Добрый день, с вами снова Роман Четвертных и сегодня я вам расскажу всю правду о стирально-сушильных автоматах. Стоит ли их покупать и стоит ли их покупать именно вам. Если перед вами стоит выбор купить отдельно стиральную машину и отдельно сушильный автомат, однозначно мой совет, покупайте их раздельно. Если перед вами стоит выбор покупать ли сушильный автомат вообще, однозначный ответ, нужно покупать. Если стоит выбор, что нет возможности поставить два отдельных прибора и необходимо купить либо стиральную машину, либо купить прибор 2 в 1, вот в этом случае люди сталкиваются фактически со стеной непонимания, стеной отзывов и проблем с этими приборами. Как же решить эту проблему? Стоит ли покупать этот прибор? Насколько он менее надежен, чем стиральная машина отдельная? Мы сегодня с вами обсудим. Итак, первая и главная вещь, которую стоит помнить, зачем нужен этот прибор. Если у вас есть возможность сушить его где-то там в полях, то, безусловно, это оптимальное решение, как делают во всей Азии, развешиваете белье на веревках, ну и оно сушится. Недостатки этой системы сушки всем известны. Это и длительные сушки, это и трудозатраты на развешивание, само собой сухость белья, пересушенность, невозможность контроля остаточной влажности. Но все это можно оставить за скобками, если не брать главный момент. Если вы живете в городской квартире и у вас нету поля за домом, на котором можно сушить белье, то белье сохнет у вас в квартире. Во время стирки белье стирается. Слово «стирать» означает не только, что оно находится в воде, это как стиральная доска, то есть в данном случае это снятие верхнего слоя. Многие из моих зрителей не верят в это, считая, что это неправда, и химия уничтожает абсолютно любые загрязнения, и никакого стирания верхнего слоя, образования ворса при этом не происходит. Если вы не понимаете, что такое стирание верхнего слоя, образование ворса, вспомните, как вы стирали двойки в дневнике. Возможно, эта метафора вам поможет. Это связано с тем, что большинство людей в современных квартирах подключают свои стиральные машины к сливу в канализации. Не в раковину куда-то, да? Когда у вас стиральная машина сливала воду в ванну или в раковину, вы на дне ванны и раковины видели следы ворса. Когда у вас все подключено к канализации, вы этого не видите, и вы считаете, что все чисто. Не вижу, не слышу, значит я счастлив. Тем не менее, происходит именно так. Если вы запачкали ваши руки в клеемоменте, единственный способ его снять, это снять с тончайшим слоем вашей кожи. То есть снятие верхнего слоя – это единственный способ удаления многих типов загрязнений, которые есть на поверхности ткани. Но машине все равно, какой у вас тип загрязнений. Механика – это один из четырех способов удаления загрязнений. Качество стирки в стиральной машине, и мои постоянные зрители отлично знают об этом, зависит от четырех факторов. Это температура, химия, время и механика. Воду мы удаляем, потому что без воды невозможна стирка, мы забываем о сухой химчистке, поэтому у нас остается механическое воздействие, химия, температура и время. В любом случае, в любой стиральной машине, кроме воздушно-пузырьковых, есть механическое воздействие, реальное механическое трение. Без него удаление многих видов загрязнений, как мы уже с вами говорили, невозможно. Именно поэтому на протяжении многих столетий стирка была путем механического воздействия. То есть бралась рубашка, бралась простынь, и ей били по камню, по стиральной доске, по любому твердому предмету. Механическое воздействие стирания верхнего слоя приводило к очистке одежды. То есть физически, без химии, вы могли выстирать большинство видов одежды. Таким образом, когда вы стираете белье, у вас образуется ворс. Этот ворс остается на поверхности белья. Пока белье мокрое, ваше белье содержит в себе этот ворс. Как только вы вешаете его на веревку, этот ворс слетает и оказывается в воздухе. Оказывается в виде пыли на стенках вашего жилища и в ваших легких. Ничего хорошего от этого нет. Когда ткани были абсолютно натуральными, это можно было совершенно спокойно пережить. Сейчас вы вдыхаете далеко не лучшие ткани, далеко не лучшие материалы, в большинстве которых уже когда-то были тканями, то есть имеющие вторичную переработку и обработанные таким количеством химии, что лучше бы она, конечно, к вам в легкие не попадала. Поэтому возникает вопрос, а что будет, если я куплю прибор два в одном? Насколько они удобны и надежны? Большинство людей тут же залезает в интернет и начинает читать отзывы об этих приборах. И они их просто ужасают. У большинства людей стирально-сушильные автоматы ломаются, фактически до неремонтопригодного состояния, в течение от одного до полутора лет. Само собой, после этого любое желание покупать стирально-сушильный автомат отпадает полностью. Почему так происходит, почему ломаются у людей стирально-сушильные автоматы, я сейчас вам объясню. Главная причина в отсутствии ухода за ними. В отличие от стиральной машины, которая переживает любое практически обращение с собой, кроме перегрузок и физических ударов, стирально-сушильная машина довольно сложный и тонкий механизм. У большинства приборов в мире, кроме одной единственной модели итальянского происхождения, у всех стальных приборов ворс накапливается не в специальном фильтре, а внутри конденсатора. Поэтому по окончанию каждого цикла сушки в стирально-сушильном автомате, либо непрерывного цикла стирки сушки, обязательно необходимо проводить очистку прибора. Не рассчитывайте на то, что сейчас 85-й год, и большинство видов ткани натуральные и первичные. Сейчас ворса из белья выпадает куда больше, чем какие-то 20-30 лет назад. В результате этого забивание ворсом прибора происходит в десятки раз быстрее, чем это происходило в 80-е и 90-е годы. Заполнение ворсом внутренней поверхности конденсатора приводит к заужению воздушного канала, а в дальнейшем и к его блокировке. В результате этого, если у вас накапливается влажный ворс внутри, через какое-то время он начинает гнить. Он забивает воздушный канал, и примерно через год-полтора у большинства людей в стиральной сушильной машине высвечивается ошибка, и они уже не знают, что делать. Ремонт прибора может обойтись чуть ли не в половину стоимости, а в ряде случаев и больше. Поэтому, если вы будете ухаживать за своим прибором два в одном, этот прибор будет радовать вас долгие годы. Достаточно просто прочесть инструкцию. В инструкции написано, что требуется уход. Как часто он не пишется, потому что все это зависит от частоты стирок. Итак, по окончании цикла стирки-сушки включите ваш прибор без белья на сушку, и потом где-то минут через 15 выключите. Этого будет вполне достаточно. Ворс, который налип, который остался влажным, высыхает, затем он смывается в канализацию с помощью воды. Таким образом прибор прочищается. Если вы будете делать эту процедуру, тратить лишние 10-15 минут после цикла сушки, а не просто вытаскивая белье, уходить, то в этом случае ваша машина будет сужить вам очень долго, и будет радовать вас, и ваша ткань будет находиться в максимальной безопасности. Почему не досыхает влага? Почему не досыхает ворс? Многие задают этот вопрос мне, говорят, Роман, зачем вы нам рекомендуете такую вещь? Ведь если белье сухое, то и ворс сухой. Начнем с того, что большинство вещей нельзя досушивать до нулевой влажности. Если вы сушите полотенце, да не вопрос, но если вы сушите обычную футболку, обычные носки, обычное белье, которое не требует досушивания до хруста, то в этом случае вы будете останавливать сушильную машину гораздо раньше, так, чтобы белье было мягким. Чтобы оно было мягким, необходимо, чтобы машина оставляла белье слегка влажным. Если она оставляет белье слегка влажным, значит и ворс тоже остается слегка влажным. И именно это является основной проблемой. Чтение инструкции – ключ к долговечности вашего прибора. Итак, приобретая прибор два в одном, вы получаете нормальную, качественную стиральную машину. Надежность стиральной машины, при этом при наличии сушильного автомата, встроенного в него, нисколько не меняется. Прибор не становится менее надежным, либо там более ломучим ни в коем разе. Это полноценная стиральная машина. Если вы не будете пользоваться сушкой в этом приборе, вы даже не узнаете о том, что она там есть. Если вы будете включать сушку, а рано или поздно вы подсядете на это, потому что это невероятно удобно. В ряде случаев это даже удобнее, чем два отдельных прибора. В абсолютном большинстве приборов, особенно это касается моделей, само собой качественных, хороших, есть режим, который называется «стирай и надевай». Он называется по-разному, но суть нисколько не меняет. То есть вы можете положить в стиральную машину на небольшое количество белья. Обычно это где-то 1-1,5 кг, а в ряде случаев меньше. Включить прибор и через час, через час 15, получить на выходе выстирную, выполосканную, отжатую и высушенную одежду, которую можно тут же надевать на себя. Большинство владельцев приборов пользуются именно этой программой, потому что ждать 6-7 часов они не готовы, поэтому стирают небольшими партиями. И в этом заключается главная радость и главная проблема. Именно на этом режиме белье никогда не досушивается до нулевой влажности, не остается абсолютно сухим. И в результате этого накапливающийся там ворс приводит к тому, что машина портится. Поэтому, если ухаживать за прибором, вашей радости не будет предела. Ваша стирально-сушильная машина будет выдавать через час, через час 15 одежду, которую можно одевать. Вам не нужно заранее готовиться, вам не нужно к завтрашнему дню сегодня начинать стирку, чтобы белье досохло. Имея прибор 2 в 1, вы сможете получить результат примерно через час. Вы вернулись с работы, через час нужно выходить, и ваша одежда вполне для этого подходит, но она грязная. Закинули в стирально-сушильную машину, нажали на кнопку, и уже через час, час 15 одежду можно одевать совершенно спокойно на себя. Если вам требуется помощь в подборе бытовой техники, пожалуйста, обращайтесь. В описании этого видео есть ссылка на мой сайт, где можно заполнить анкету и получить всю исчерпывающую информацию о технике, которая подойдет именно для вас. Подписывайтесь на мой канал. Всем до будущих встреч. До свидания.